Церковь Знаете, что меня вдохновляет церковь? Меня вдохновляет то, что церковь — это его идея. Что церковь — это не я придумал. Что церковь — это его строение. Он за этим стоит. И вот это меня очень вдохновляет. Я знаю, что нас поодиночке могут как-то пытаться истребить, как-то пытаться придавить, но написано, что даже врата ада, даже самые злые силы темные, они не могут истребить церковь с лица земли, пока сам Иисус Христос лично не придет за Своей церковью. И тогда мы всегда вместе с Ним там будем. Поэтому добро пожаловать, друзья, в надежное место, в надежное строение, которое не придумал человек. Слава Богу за церковь. Я хотел бы поблагодарить всех, кто является частью церкви «Живой поток», кто смотрит нас онлайн регулярно и кто молится за нас, кто молится за меня, за мою семью. Я знаю, как даже маленькие детки, они молятся. Иногда на выходе, когда я людей приветствую, они говорят, пастор, мы за вас молимся. Я хочу поблагодарить вас, друзья, за это. Каждого, кто это делает, я этим очень ценю. И чем больше живу, чем больше понимаю, насколько это важно. И прошу вас, церковь, обращаюсь как к своим. Продолжайте это делать. Для меня и для вас. Для нас это очень важно. Спасибо. Хотел бы напомнить всем нам девиз нашей церкви, который звучит так. It's all about relationship. Если вы новая в нашей церкви, вы еще не знали, перевод этой фразы звучит примерно так, что смысл, весь смысл лежит в взаимоотношениях. Это culture of our church. Это девиз нашей церкви. It's all about relationship. Почему это так важно? Потому что именно отношения, взаимоотношения меняют все. Именно отношения, глубокие, искренние, они все меняют. Взаимоотношения с Богом, если их нет, то это все просто такое надутая, фальшивая религия, игра в церковь. Это ничего не дает человеку. И точно так же отношения с людьми. Многие из вас остались или останутся в церкви только из-за вот этого. It's all about relationship. Отношения. Если мы научимся их строить, вмещать людей, тогда мы будем богаты и в Боге, и людьми. И один из призывов, который я хочу сказать сегодня в день рождения нашей церкви, друзья, это научитесь вмещать людей. Я видел это качество в своем отце. Он вмещал всех людей, разных людей, разных понятий, разных конфессий, разных слоев населения, разных. Он мог вмещать. Давайте и мы будем вмещать. Потому что мы должны быть теми людьми, которые способны любить людей, которые даже мыслят не так, как мы. И в моем коротком обращении сегодня я хотел бы дать три пункта. Для церкви живой поток. Я о них думал, я о них молился. Считаю, что они важны. Для церкви, для будущего. Первое. Первый пункт. Поминайте и почитайте наставников ваших. Евреям 13 глава 7 стих написано. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Это не просто мое предложение. Это не просто такая традиция православная, поминки. Это Слово Божие. Библия говорит, помните ваших наставников. Помните их. Не забывайте их. Поэтому, друзья, нам важно это делать. Важно понимать, что кто-то трудился до нас, кто-то будет после нас. Как написано, кто-то насадил, кто-то поливал, а взрастил кто? Господь Бог. Поэтому, друзья, нам всем важно понимать, что кто-то был до, кто-то будет после, но взрастил Господь Бог. Поэтому, если вы как-то где-то духовно чувствуете рост, отдавайте славу Богу. Отдавайте славу Богу. Люди были, и они уходят, и приходят на их место новое. Но здесь Писание говорит, поминайте наставников. Важно помнить тех, кто был в начале, и давать им честь. Но еще важнее помнить наставников. Я хочу вспомнить своего отца Виталия Ивановича Бондаренко, который был не только для меня наставником, но который для многих из вас стал духовным отцом. А это редко. Это ценно. Поэтому давайте их будем помнить и благодарить Бога за них. Именно написано наставников, которые проповедовали вам Слово Божие. И дальше написано, подражайте кончине их. То есть, смотря на жизнь многих людей, нам важно понимать, чтобы даже и в старости у нас дух был свежий, красивый, позитивный, привлекательный, чтобы вы смотрели на наших старших людей, пожилых, и говорили, я хочу вот такой дух иметь вот в таком возрасте и подражать вере их. Пункт номер два. Бог свою славу никому не даст. Читаю Исаии, 42 глава, 8 стих. Написано, «Я, Господь, это мое имя, не дам славы моей иному». Точка. Вдумайтесь в эти слова. Сегодня много, вчера кто был, и сегодня мы много смотрели разных таких хороших, приятных слов в сторону церкви. Все так красиво, все так, вы такие молодцы, вы просто, ну... Но здесь важно, друзья, не надо бояться говорить людям спасибо. Есть одна крайность, когда людям не говорят благодарности, чтобы не возгордился, но зато они не стесняются и не боятся ругать, поливать, критиковать. Здесь нужно иметь правильный баланс. И кто достоин, кто положил здесь свою жизнь, кто посвятил себя Богу, кто здесь пропадает ради нашего блага, этим людям надо сказать. Благодарим вас, ценим вами, друзья. Но при этом нужно помнить, Бог свою славу никому не даст, Он ее не разделит. Вся слава принадлежит Господу Богу. Если мы как церковь поймем это, если я это усвою, если мы как служители церкви, все члены церкви поймем этот принцип, друзья, внимание, это для будущего церкви. Бог своей славы никому не даст. Это не просто мое мнение, это Слово Божье. Если мы будем фокус и Богу давать славу, мы будем как церковь продолжать цвести. Если мы только будем посягать на славу Божью, приписывать ее себе, тогда, друзья, мы обречены. Однажды на дверях мне один человек сказал, я молюсь за тебя, и я улыбнулся. А потом он сказал, я молюсь, чтобы ты не стал гордым. И я скривился. А потом подумал, какая правильная молитва. Какая правильная молитва. И сегодня я хочу сказать, церковь Живой Поток, пожалуйста, за меня и за нас молите, чтобы мы никогда не стали гордыми людьми. Иначе мы знаем примеры в Библии, как они закончили, как это все закончилось. И я сегодня чувствую и понимаю, что вроде бы мы здесь ничто без Бога. Мы ничто. А потом у меня приходит другая мысль, что если ты только чувствуешь, это очень мало. Потому что чувства могут меняться. Чувства вообще очень сильно меняются. И чувствами руководствоваться вообще нельзя. Это больше, чем просто чувства. Это Слово Божие. Это для нас фундамент. Бог своей славы никогда никому не отдаст. Поэтому пусть вас не смущают все видеоклипы, все видеоролики, все благодарности, цветы, подарки. Помните, главное, чтобы здесь внутри мы знали, Бог своей славы никому не отдаст. Если мы как церковь будем так идти, мы будем непоколебимы. И вся церковь сказала Аминь. До этого места нам помог Господь, и мы все этому свидетели. И Он верит, что и дальше будет с нами, если мы будем Его представителями. Его представителями. Третий пункт. Нам важно, как церкви, в будущем быть в центре воли Божьей. Это очень важно. Я удивляюсь, друзья, как много написано о воле Божьей. Особенно в Новом Завете. Как вся жизнь Христа связана с Его волей. Даже Его пища, даже Его еда была связана с волей Божьей. Друзья, вы представляете, настолько важно людям воля Божья. Насколько важно для церкви не потеряться, не сбиться, но быть в центре воли Божьей. Это то, чем сейчас я переживаю. Это вот я скучаю, я тоскую. Я ищу именно водительство от Духа Святого. Написано, Ефесянам 5 глава, 16 стих. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Как вам кажется, сегодня дни лукавы? Пандемия, это как? Это более-менее стабильно или более-менее страшно? Или более-менее запутанно, непонятно, впереди такая неизвестность? Выборы, экономика, все кажется, ну как по-честному написано? Дни лукавы. То есть такие запутанные, непонятные. Это мы вот живем среди этих дней. И написано, дорожите временем. Ко всем хочется сказать, к молодым, к старшим, к тем, кто на балконе, всем, кто онлайн. Друзья, давайте пересмотрим наши приоритеты, куда мы вкладываем время. И дальше здесь написано, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Познавайте. То есть это уже наша ответственность. Искать, узнавать, копать, спрашивать, искать волю Божью. Да, друзья, главное не просто быть занятыми, не только делать что-то хорошее, но нам важно, чтобы это делали правильные люди в правильном месте и в правильное время. Быть в центре воли Божьей, это попасть в зону максимальной эффективности. Без разницы, в личной жизни или в церкви. А иначе можно бить просто воздух. Я хочу, я призываю, я молюсь, чтобы наша церковь оставалась и была в центре воли Божьей. Вы скажете аминь, но я вам скажу, это непросто. Это нелегко. Сначала ее нужно узнать, а потом узнал, испугался, сказал, Господи, спасибо, я лучше останусь в своей воле. Поэтому нужно еще и силы от того же Бога, чтобы идти именно этим путем. Друзья, чем больше наша церковь укрепляется, растет, стает известной, чем больше она стает уязвима, чем больше мы, я поддаемся расстрелу со всех сторон. Но нам не обязательно бояться, друзья, мнения людей, но нам важно бояться уйти, отклониться от воли Божьей. Важно бояться Бога, иметь вот это почтение Господу Богу. Вот это нам важно. Быть в центре Его воли и угодить именно Ему. Водительство Божье. Помните тему проповеди, которую я говорил, мнение или откровение? Сегодня много откровений и сегодня много мнений. И нам важно разобраться среди всех откровений, какое же среди них есть истинное. И нам важно видеть и отличать мнение, которое выдается как откровение. и руководство не мнением, а откровением во имя Христа Иисуса. Поэтому, друзья, будьте благословенны. Водимые, написано Римлянам 8,14, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Если вы называетесь, считаете себя детьми Божьими или хотите ими стать, то вот это для нас цель. Водительство от самого Духа Святого. Итак, дорогая церковь, наше будущее. Первое. Поминайте наставников из прошлого, но связано с будущим. Второе. Бог своей славы никому никогда не отдаст. Да сохранит нас Господь, наших певцов, музыкантов, проповедников, всех, чтобы мы знали, Богу принадлежит вся слава. Богу принадлежит вся слава и честь. И вся церковь сказала и последнее, что хочется сказать, это наша церковь ко всем нашим гостям, всем, кто смотрит нас. Наша церковь несовершенная, но благословенная. Давайте скажем вместе. Наша церковь несовершенная, но громче благословенная. Если вы верите, еще раз скажите. Наша церковь несовершенная, но благословенная. Слава Богу за это. А теперь пару фактов или статистики о жизни нашей церкви. Если вы пропустили вчерашний день, то в нашей церкви 790 членов церкви. Есть мужчины, женщины, семейные пары, много молодежи. Самый молодой член церкви «Живой поток» Даниэла Апальчук, 15 лет. Операторы не успевают за мной, уже должна быть фотография. Дальше, самый старший член церкви у нас по имени Александр Мотыльков, 98 лет. Брат Александр, мы вас особо почитаем. Самой молодой парой в нашей церкви является Альберт и Кристина Полий. Они женаты всего лишь один месяц. Ну а самой старшей парой, которые прожили дольше всего в браке, это Иван и Любовь Будник, 53 года семейной жизни. Мы их поздравляем и благословляем. За 2020 год к церкви присоединилось 65 новых членов церкви. С прошлого юбилея до сегодняшнего юбилея церковь присоединилась в 83 новых члена церкви. Наша церковь, она очень разнообразна. У нас есть много национальностей, много языков. Итак, по порядку больше всего у нас по национальности украинцев. На втором месте русских. На третьем месте у нас больше всего белорусов по количеству. Дальше Казахстан. Я не знал, что у нас так много молдаван. На пятом месте дальше Эстония. На седьмом месте Болгария. Болгары. Дальше Грузины, Латвия и Литва. Добро пожаловать, друзья. Мы рады всем и рады всех вмещать. Дальше в нашей церкви 11 благословенных сотрудников, которые очень посвящены своему делу. В нашей церкви 15 служителей, диаконов и пасторов, которые служат вам, друзья. А теперь вопрос. Как вы думаете, местные, вы можете помолчать? Какое же самое популярное имя в церкви «Живой поток» среди мужчин? Теперь уже зал можете включаться. Как вы думаете, самое популярное имя среди мужчин – это? Уже кричат Алек, Сергей, Андрей. Правильный ответ – Сергей и Александр. Поэтому, если вас зовут вдруг Сергей и Александр, сегодня вы самые популярные люди. Дальше самое популярное имя среди женщин. Как вы думаете, какое? Ну, громче, громче. Сейчас участие в зале. Да, самое популярное имя – это Елена и Татьяна. И Елена лидирует, ну, абсолютно, просто с большим отрывом. Поэтому, Лена, сегодня вы тоже, если вы Лена, вы сегодня, ну, популярный человек. И как вы думаете, какая самая популярная профессия среди мужчин в нашей церкви? Вы так громко кричите, что вам даже микрофон не надо. В эфире, я думаю, услышат. Итак, самая популярная профессия – это какая? Трак-драйвер. Дальше у нас, то есть водитель-дальнебойщик. Дальше у нас автомеханики тоже. Их у нас много. Среди женщин, среди сестер у нас больше всего это домохозяек. Это тоже профессия. И также у нас много есть бухгалтеров, буккиперов и медперсонала. Есть медсестры, доктора. Ну, а теперь, друзья, хочу вам сказать один очень уникальный факт, который меня, сам и всех нас очень-очень приятно удивил. Как вы думаете, сколько людей в нашей церкви задействовано в служении? Пожалуйста, слайд мне показывайте. Сколько людей в нашей церкви задействовано в служении? Цифра есть? Приблизительно. Сто, двести, пятьдесят человек. Итак, внимание, будьте готовы. На экран четыреста двадцать восемь человек. Задействованы в служении в церкви «Живой поток». Мы эту информацию знаем из-за базы данных, которую мы имеем, где мы ведем учет всех волонтеров. Друзья, это серьезно. Обычно статистика говорит о том, что в церкви двадцать процентов служат, и примерно восемьдесят они больше слушают или принимают. Обычно такая статистика. Но здесь я так приятно, так приятно удивлен, братья и сестры. Церковь «Живой поток» — это комплимент вам. Шестьдесят процентов в церкви задействованы в служении. Теперь вы поняли, почему называется как? Живой. И каждый, кто в этом числе живой поток, живой член церкви. Вот почему есть жизнь. И для всех новых хочу сказать, если вы думаете, что здесь все позиции заняты, если вы думаете, что здесь все настроено и никому места нету, это неправда. Здесь есть очень много новых людей, которые уже в служении. Это наше девиз, это наше направление, это наше видение — вовлекать людей в служение. Потому что это несет жизнь церкви, людям, лично вам. Если вы будете вовлечены в служение, тогда вы будете любить эту церковь. Она станет вашей, она станет живой, и вы станете живыми во имя Христа Иисуса. Поэтому присоединяйтесь и будьте частью, живой частью церкви «Живой поток». Редактор субтитров А.Семкин